Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Здравствуйте. Ква-ква. Ква-ква-ква. Ну, как-как. Я сначала с тобой поздороваюсь, а потом скажу здравствуйте. Ты мне никогда не даешь времени поздороваться с людьми. Давай заново. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня тема нашего ролика – черенки плодовых деревьев. Поскольку я слабо верю, что кто-то заготавливает из садоводов черенки в феврале, я думаю, что нам нужно рассказать, что их можно заготавливать и немножечко позже. Не только в феврале, но и, честно говоря, наверное, вплоть до распускания листьев. Но лучше сегодня об этом расскажут наши эксперты. Виктория Семгина, привет, Вика. Привет, Андрей. Да, и еще захватим заодно и нашу любимую Евгению Магдыч, которая занимается прививками у нас профессионально. Вика у нас все-таки в первую очередь ландшафтный дизайнер. А мастер-класс по черенкованию у нас покажет тогда Женя. Пусть будет всем сестрам по серегам. Согласна? Да, согласна. Суть в том, что очень часто клиенты дают черенки свои и говорят «привейте». И мы очень часто сталкиваемся с тем, что черенки заготовлены совершенно неправильно. Обрезаны не с того места, откуда нужно, и не в те сроки, которые необходимы. Конечно, до листиков резать нельзя. Мы сейчас позовем Женю, порежем прям при вас так, как должно быть, и вы будете четко понимать, что вам делать. Потому что, скорее всего, где-нибудь в саду у ваших друзей или соседей есть какой-то прекрасный сорт, который вы пробовали, и вы хотите его получить из себя в саду. Сейчас мы вас научим получать эти черенки, заготавливать их и правильно их использовать. Спасибо, Вика. Давай дальше человек с секатором входит. А ты, кто? Человек с секатором. Слушай, можно подержать? Друзья, я поздравляю вас с началом нового садового сезона 2021. И мы приглашаем в сотрудничество рекламодателей. Если вы хотите увидеть вашу рекламу на нашем канале, рекламу ваших товаров и услуг, то обращайтесь по телефону и электронной почте, которая расположена в описании к этому ролику. А я подержу, подержу, спасибо, спасибо, Женечка. Я перестану проваливать. Все, ты говоришь, ты падаешь наконец-таки. Перестану проваливать снег. Женя, здравствуй. Здравствуйте. Слушай, ну, как только что я выяснил, есть для садоводов у нас не очень хорошая новость. Не каждая палка является черенком, как выяснилось. А мы-то думали по-другому. Отрезал какую-то веточку и, собственно, можно ее и привить. Как, знаешь, есть такая из страдающего средневековья, там святой стоит и лев, да, это ветка. Так вот, расскажи нам, какие ветки, во-первых, годятся на черенки в первую очередь? Годятся на черенки и ветки предыдущего года, то есть приросты прошлого года. Их хорошо отличать по другому цвету. И это прирост, ну, вот такой вот, довольно длинный, довольно мощный. Мы берем ростовой. Сейчас, в конце зимы, начале весны, можно нарезать, успеть нарезать черенки только с семечковых, то есть с груш и с яблонь. Насчет вишен, абрикоса, лычи мы, к сожалению, опоздали. Нужно было все-таки эти черенки резать осенью и зимой. А сейчас можно совместить обрезку растений с нарезкой черенков. Ну, это очень приятно, да, потому что мы сегодня как раз вот очень сильно обрезали грушу, и столько материала пропадает. Но не весь материал, который мы вырезали с груши, можно использовать. Например, вот такая вот ветка, да, вот он прирост этого года, но он кривой, косой, завивается куда-то внутрь. Это усик. Усик, да. Вот такая вот ветка, несмотря на то, что эта ветка прошлогодняя и довольно длинный прирост, она не подойдет для черенка. Ну, вот смотри, я вот держу ветку, которая пытается у меня по лицу хлобыстуть все время. Она прямая, и это однолетний прирост. Да. То есть вот это вот годится. Ну, в целом годится. Ну, надо еще посмотреть, очень важно брать черенки из кроны, из верхней части или из той части, которая смотрит на юг. Южное, юго-западное, юго-восточное направление. Из нижних веток, с веток, которые смотрят на север, которые смотрят куда-то вниз, в бок непонятно куда, черенки брать не стоит. Потому что есть риск, что черенок будет очень плохо развиваться, и у вас ветка будет расти не вверх, а куда-то вот сразу будет заваливаться вниз. Ну, как известно, самое вкусное яблочко растет всегда выше всего. Оттуда мы, собственно, череночки и берем, правильно? В целом, да. Можно брать не только верхушечную, но и боковые сильные ветки. Ну, вот смотри, если у нас сейчас наши зрители будут нарезать черенки в апреле, ну, будем уже так говорить. Ну, в начале, в самом начале апреля. Ну, тоже же от погоды зависит, когда начнется вегетация, когда уже появится зеленый конус. Я так понимаю, до зеленого конуса надо резать. Чем раньше, тем лучше. Вот сейчас уже время идет на дни, на часы. То есть сейчас, в конце зимы, начале весны, уже чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы выйдете в сад, нарежете черенки, тем лучше. Хорошо, да. А прививки мы делаем в каком месяце? А прививки мы делаем примерно на первые майские. Иногда на неделю раньше, иногда бывает даже на две недели позже. Это зависит от сокодвижения. Ну, моя любимая прививка – это прививка за кору, ты уже знаешь. Да. И при этом должно быть уже сокодвижение, должна хорошо отделяться кора. И в зависимости от погоды это может случиться примерно за неделю до майских, на майские и даже… Так, ну, смотри, сейчас мы отрежем это. Во-первых, мы… Так, 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 тихо, тихо, спас, спас. Какой делаем срез? Да, у меня дали инструмент в руки, мне хочется что-нибудь отрезать. Прямо, криво. Режем прямо, режем черенки довольно длинные, ну, 30-50 сантиметров где-то. Да, черенки должны быть длинные. 30-50 сантиметров. Я-то думал, что это буквально 3-4 почечки. А 3-4 почечки мы потом выбираем непосредственно, когда мы уже делаем прививку. А, потом мы эти 30-50 сантиметров поделим на еще несколько секций. Другой вопрос, как 30-50 сантиметров нам сохранить до мая в кондиции? До мая можно закопать в оставшийся снег. Хранить в снегу. Закопать в снег, засыпать сверху опилками и сделать такой ледник. И сохранить там до мая. Так, допустим, нет снега. Да, допустим, нет снега. Будем оптимистами, мы надеемся, что не будет. В подвале. В подвале. Так, подвал тоже есть не у каждого. Тогда в мокрых тряпках и в холодильнике. Вот, я, собственно, и рассчитывал. 30-50 сантиметров, в принципе, наверное, реально запихнуть в холодильник. В отдел для овощей. В отдел для овощей вряд ли. Но в мокрую тряпочку. В пакетик. И положить, например, в отделение для зелени. Должна быть стабильная температура, чтобы не колебалось. Да, то есть, лучше всего вытащить пару ящиков. Ага, ящики убираем. А в это отделение 30-50 сантиметров в мокрую тряпочку. Да. Как-то следить надо. Она может там плесневеть или что-то. Увлажнять, открывать, увлажнять, следить, конечно. То есть, она должна быть просто влажная. Влажная, да. Влажная. Не пересыхать и черенки не должны плавать в воде. Отлично. Слушай, еще хотел, знаешь, что спросить. Я вот все, который год хочу заняться плодовым виноградом. Не дает мне покоя. Да, плодовый виноград, в том числе растущий у Виктории Сангиной. Где она килограммами его снимает. Скажи, может быть, можно и сейчас у нее подворовать немножечко виноградных черенков? Как ты относишься к прививкам винограда? Например, на девичьей. Еще ни разу не пробовала, но это было бы интересно. Слушайте, оставляйте комментарии к этому ролику. Я думаю, что на этом мы закончим. А вы скажите, вам вообще интересно услышать, возможно ли прививать плодовый виноград на девичьей. Ну, или на какой-нибудь другой. А мы заставим нашу Женечку подготовить. И обязательно запишем такой ролик. Он лично. Я очень хочу винограду. Всего доброго. До свидания. До свидания. Сразу. Сразу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова